Беседа по прочтению места, стал же еще, дыша угрозами и убийством. Можно ли это снести? Можно ли стерпеть? Собраний у нас каждым днем становится меньше. Город полон людей, а церковь пуста. Площадь, театр и портик полны, а дом Божий пуст. А лучше, если сказать правду, город пуст, а церковь полна людей. Людьми называть должно не тех, которые на площади, а вас, которые в церкви. Не тех, беспечных, а вас усердных. Не тех, которые приспростились к житейскому, а вас, которые житейскому предпочитаете духовное. Не тот человек, у кого есть тело и голос человеческий, а тот, у кого есть душа человеческая и душевное настроение. А о душе человеческой ничто так не свидетельствует, как любовь к Слову Божию. Равно ничто так не показывает и не обличает души скотоподобной и неразумной, как пренебрежение к Слову Божию. Хочешь знать, что небрегущие о слышании Слова Божия этим небрежением потеряли человечество и утратили самое природное достоинство свое? Скажу вам не свое слово, но пророческое речение, подтверждающее мою мысль, чтобы вы видели, что нелюбящие духовных слов не могут быть и людьми, чтобы вы видели, что город у нас обезлюдил. Громогласнейший Исаий, этот созертатель чудных видений, удостоившийся еще во плоти, видит Серафимов, и слышать ту таинственную песнь, он, вошедший в многолюдную столицу иудейскую, то есть Иерусалим, стоя на середине площади, тогда как окружал его весь народ, желая показать, что не слушающий пророческих слов, не человек, взывал так, «Придите!» «И не было человека, звал я, и никто не отвечал». Исаия 50, 2 стих. И в доказательство, что он сказал это не по совершенному недостатку присутствующих, но из-за беспечности слушателей, после слов «Придите!» «Звал!» «И не было человека, прибавляю, и не было отвечающего». Стало быть, присутствующие были, только они считались присутствующими, потому что не слушали пророка. Поэтому он как пришел, и не было человека, звал, и не отвечали, обращает речь к стихиям и говорит, «Слушайте небеса и внимай земля!» Исаия 1, 2. «Я, говорит, постан к людям, к людям, имеющим ум, но так как нет у них ни рассудка, ни чувства, то обращаясь к словам к стихиям, не имеющим чувства, в обличении одаренных чувством, но не пользующихся этим преимуществом». Так говорит и другой пророк Иеремия. И он, стоя среди множества иудеев, в том же самом городе, как будто бы не было никого, восклицал так. «Кому говорить?» «Кого увещевать?» Иеремия 6, 10. «Что говоришь?» «Видя такое множество людей, спрашиваешь, с кем заговорить тебе?» «Да, — говорит, — тел много, но не людей, много тел, у которых нет слуха, поэтому и прибавил, ибо не обрезаны уши их и не могут слышать». Видишь, что все это не люди из-за того, что не слышат. Тот Исаия говорит, «Придите, звал, и не было человека, и не было послушающего». А этот Иеремия говорит, «Кому сказать и кого увещевать?» «Ибо не обрезаны уши их и не могут слышать». Если же пророки о присутствующих говорят, что они не люди, потому что не внимали усердно словам пророческим, то что сказать нам о тех, которые не только не слушают, но и не хотят войти в это святилище, а тех, которые блуждают вне этого священного стада, находятся вдали от этого матернего дома на распутьях и переулках, как беспорядочные и ленивые дети. И эти, оставив отцовский дом, бродят кое-где вне и целые дни проводят в детских играх. От этого такие дети часто теряют и свободу, и жизнь, попадаются в руки похитителя и воров, и часто в наказание за вольность подвергаются смерти, потому что те, взявшие их и сняв с них золотые украшения, или топят их в волнах речных, или если захотят поступить с ними несколько человеколюбивее, отводят их в чужую землю и лишают свободы. Это же бывает и с неприходящими в церковь. И они, как уклоняются от отчего дома и пребывания здесь, попадаются в уста еретиков и на языки врагов истины, а эти схвативы, как похитители, и отняв у них золотое украшение веры, тотчас убивают их, не бросая в реку, но погружая в мутные догматы злочестия. 102. Ваше бы дело позаботиться о спасении этих братьев и привести их к нам, как бы они ни противились, как бы ни упорствовали, как бы ни отговаривались, как бы ни огорчались. Это упорство и нерадение свойственно детской душе, но вы исправьте их душу, сколько еще несовершенную. Ваше дело заставить их быть людьми, как мы того, кто отвращается человеческой пищи и ест со скотами тернии и травы, не можем назвать человеком. Так точно не можем назвать человеком и того, кто не любит истинной и приличной души человеческой пищи, то есть Слово Божие, но сидит в мирских собраниях и сборищах, где всегда бездна разврата и питается нечестивыми речами. Человек по-нашему не тот, кто только питается хлебом, но кто преимущественно и пред этой пищей вкушает божественные и духовные слова. И для удостоверения, что это человек, послушай Христа, который говорит, не хлебом единым жив будет человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих, Матфея 4,4, стало быть необходимое для жизни нашей пища двоякое, а одна хуже, другая лучше. И надо бы нам более всего принимать эту, последнюю, чтобы и питать душу, и не давать ей мучиться голодом. Вам бы следовало сделать наш город полным людей, так как обезлюдил этот великий и многолюдный город, то вам бы следовало оказать это благодеяние отчизни своей, привлечь братьев сюда, сообщив им, что вы слышали здесь. В самом деле, и в том, что мы вкушали трапезу, удостоверяем других не тогда, когда только хвалим трапезу, но когда можем и не вкушавшим ее дать что-нибудь из бывших на ней ясну. Это и вы сделаете теперь, и тогда непременно будет одно из двух, или вы убедите их возвратиться к нам, или если они и останутся в своем упорстве, то напитаются вашим языком, а вернее возвратятся сюда непременно. Не захотят же они кормиться милостынью, тогда как могут по праву вкушать этой отеческой трапезы. Я твердо надеюсь и верю, что вы это делаете или уже сделали, или сделаете, потому что и сам я непрестанно внушал это, и вы обогащены познанием и можете вразумлять и других. Теперь же время предложить вам нашу трапезу, конечно, ничтожную, скудную и весьма бедную, с прекрасной, однако же, приправой, с вашим усердием к слушанию. Трапезу делает самая приятная не одна дороговизна кушанев, но и алджба званных. Таким образом, и великолепная трапеза является скудной, когда гости приходят без голода, и бедные кажутся богатые, когда садятся за нее голодные. Поэтому и другой некто, зная, что о дороговизне трапезы судят не по качеству кушаней, но по расположению гостей, говорит так. Сытая душа попирает и сот, а голодной душей все горькое, сладкое. Притча 27.7. Не потому, что переменялось самое свойство предлагаемых и яств, но потому, что расположение гостей отнимает у них вкус. Если же горькое от голода званых кажется сладким, тем более скудное кажется богатым. Потому-то и мы, хотя и крайне бедные, подражаем богатым учредителям пиров, приглашая вас в каждое собрание к нашей трапезе. А это делаем мы не на свое полагаясь богатству, но будучи уверены в избытке вашего внимания. 104. Уплатили мы вам весь долг касательно надписи, то есть надписи Деяния апостольских. Следовательно, было бы взяться теперь за начало этой книги и сказать, что такое значит Деяние. Первая глава, первый стих. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала. Но не позволяет мне соблюсти этот порядок Павел, который зовет язык наш к себе и к своим подвигам. Мне хочется видеть его, как ведется он в Дамаск, связанный не железной цепью, но Господним глазом. Хочется видеть, как поймана эта великая рыба, приводившая в кипение все море, и воздвигавшая на церковь тысячи волн. Хочется видеть, как она поймана не удою, но Словом Господним. Как рыболов какой, сидя на высоком камне и подняв удилище, опускает уду сверху в море, так и Господь наш, открывший духовную ловитву, как бы сидя на высоком камне небесном, опустил сверху, как уду, этот голос и сказал, Савл, Савл, что ты гонишь меня? И таким образом поймал эту великую рыбу. И что было с той рыбой, которую по повелению Господню поймал Петр, тоже случилось и с этой. И у этой рыбы в устах нашелся статир. Только статир не чистый, потому что Павел имел ревность, но не по рассуждению. Поэтому Бог даровал ему истинное познание, сделал эту монету настоящую. И что бывает с пойманными рыбами, то же было и с Павлом. Как те лишь только извлечены будут из моря, слепнут, так и этот лишь только взял уду и извлечен был, тотчас ослеп. Но эта слепота заставила прозреть всю вселенную. Все это хочется мне видеть. Ведь если бы постигла нас война с иноплеменниками, и враги, ополчившись, сильно беспокоили нас, потом вождь иноплеменников, строивший тысячу козней, приведший в беспорядок все дела наши, повсюду возбудивший смятение и волнение, грозивший разрушить и сжечь самый город, а нас отвезти в неволю, если бы он вдруг был нашим царем связан и приведен пленником в город, мы все с женами и детьми выбежали бы на такое зрелище. И теперь, как открылась война, когда иудеи все возмущали и приводили в беспорядок, и строили множество козней против безопасности церкви, а главой неприятелей был Павел, который больше всех и делал и говорил, все волновал и возмущал. И теперь, как связал его Господь наш Иисус Христос, царь наш, связал и привел пленникам того, кто все приводил в беспорядок, «Не выйдем ли все мы на это зрелище, чтобы видеть, как он ведется пленником? И ангелы, смотря тогда с небес, как он был связан и веден, ликовали не потому только, что видели его связанным, но потому, что представляли себе, как многих людей избавит он от уз. Не потому, что увидели его ведомым за руку, но потому, что помышляли, сколь многих людей поведет он с земли на небо. Так они радовались. Не потому, что видели его ослепшим, но потому, что помышляли, как многих выведет он из мрака. Иди, сказал ему Господь, к язычникам, и освободив их от тьмы, переведи их в царство любви Христовой. Вот почему я, оставя начало книги Деяния Апостольских, спешу перейти к середине ее. Павел и любовь к Павлу заставили меня сделать этот скачок. Да, Павел и любовь к Павлу. Простите мне, а лучше не простите, но соревнуйте мне в этой любви. Кто любит нечистой любовью, тот имеет причину просить прощения. Но кто любит такое, как я, любовью, тот должен красоваться ей, должен делать многих сообщниками этого расположения и в тысячах людей возбуждать подобную своей любовь. Притом, если бы возможно было нам, идя прямым путем и простираясь вперед по порядку, сказать и о том, что в книге Деяния Апостольских помещено прежде, и дойти до того, что в средине ее мы не перешли бы тотчас к средине, оставя начало. Но так как закон отцов повелевает после Пятидесятницы отлагать эту книгу, и вместе с окончанием этого праздника прекращается чтение книги, то я побоялся, чтобы тогда, как остановимся мы на изъяснении начала книги, не ускользнула от нашего рассмотрения дальнейшая история. Поэтому я отступил от начала рассказа и, держась за вступление истории как бы сзади головы, велел вам остановиться и стать в начале пути. Коснувшись головы рассказа, я смело уже буду рассматривать все остальное, хоть и пройдет праздник. Никто тогда не станет обвинять нас в неблаговременности, потому что самая необходимость последовательности избавит нас от обвинений в неблаговременности. Вот почему я от вступления перешел к средине, а что невозможно было дойти до Павла, идя прямым путем, но что скорее бы эта книга Дианя Посыских убежала от нашего языка и заперла пред нами двери, это покажу вам из самого вступления, хотя это ясно уже и само собой. В самом деле, если мы половину правилы, праздника употребили на то, что прочитали и изъяснили только одну надпись, то когда бы мы решили сначала с вступления пустить слово из самой моря книги, сколько бы употребили времени на то, чтобы дойти до сказаний о Павле? 106. А лучше постараюсь выяснить вам это из самого вступления. Деяния апостолов 1.1. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала. Сколько, думаете, здесь вопросов? Первый. Для чего евангелист Лука напоминает ему, Феофилу, о первой своей книге, то есть, Евангелии? Второй. Для чего называет эту книгу словом, а не Евангелем? Между тем, как Павел называет ее Евангелем, когда говорит о Луке так, которые похваляемы везде за благовестие во всех церквах? Второй. Коринфянам 8.18. Третий. Для чего говорит о всем, что сотворил Иисус, если Ян, этот возлюбленный Христов, имевший такое дерзновение, удостоившийся преклониться к святой той груди, почерпнувший оттуда источники Духа, если уже Он не осмелился сказать этого, но был так осторожен, что сказал, что если бы подробно писать все, что сотворил Иисус, то думая, что самому миру не вместить бы написанных книг, Иоанн 21.25, то как этот Лука осмелился сказать, что первую книгу написал я о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала? Разве этот вопрос кажется вам маловажным? Притом, там в Евангелии сказано, достопочленный Иосиф имя с прилагательным, почетным, а святые не просто так говорили? И мы, кажется, уже отчасти доказали, что в Писании ни одна иота, ни одна черта не употреблена напрасно. Итак, если столько вопросов о вступлении, то как много времени потратили бы мы, когда бы стали рассматривать все по порядку? Вот почему я должен был, миновав промежуток, то есть от начала первой главы до девятой, идти к Павлу. Для чего мы, предложив вопросы, не присовокупили решение их? Что приучить вас не все только разжеванную принимать пищу, но и самим вам изобретать решение мыслей, как это делают голубки. И они своих птенцов, доколики остаются в гнезде, кормят из своего рта. Когда даже успеют вывезти их из гнезда и видят, что крылья у них выросли, то более уже не делает этого, но приносят зерно во рту и показывают детям. И как птенцы, выжидавшие пищу, подойдут близко матери, оставив пищу на земле, велят самим им подбирать ее. Так поступили и мы, взявши духовную пищу на уста, мы пригласили вас, как будто хотели представить вам по обычаю решение. И как вы пришли и надеялись получить, мы оставили вас, чтобы вы сами подобрали мысли. Так оставив вступление, спешим к Павлу. И скажем не только о том, сколько пользы он принес церкви, но и о том, сколько вреда, потому что необходимо нам сказать и об этом. Скажем, как он противодействовал слову проповеди, как воевал со Христом, как гнал апостолов, как питал враждебные замыслы, как больше всех обеспокоил церковь. Но никто не стыдит слышать это о Павле. Это служит не к обвинению, но к похвале его. Позорно было бы для него не то, что он прежде быв злым, после стал добрым, но то, если бы он прежде бывший добрым, после перешел на сторону зла. О делах всегда судят по их концу. И о кормщах хотя бы они потерпели тысячу крушений, пока не успеет прийти в пристань, мы не отзываемся худо, когда они привели наполненный грузом корабль, потому что конец покрыл прошедшее. И борцов хотя бы они прежде побеждены были тысячу раз, если только одержат победу в борьбе из-за венца. Мы из-за прежних поражений не лишаем похвал, какие следуют за такую победу. Так же сделаем и относительно Павла. И он, хотя потерпел полный груза. Как Иуде нисколько не принесло пользы то, что он прежде был учеником, а потом сделался предателем, так и этому Павлу нисколько не повредило то, что он прежде был гонителем, а после стал благовестником. Это служит к похвале Павла, не потому что он разрушил церковь, но потому что он же опять создал ее, не потому что противодействовал слову проповеди, но потому что после сам же опять распространил его, не потому что преследовал апостолов, не потому что рассеял стадо Христово, но потому что рассеяв стадо после, сам же собрал его. 107. Что может быть удивительней этого? Волк сделался пастырем, тот кто упивался кровью овец стал собственную кровь проливать до спасения овец. Хочешь знать как он упивался кровью овец? Как окровавлен был язык его. Сал же еще дыша угрозами и убийством на учеников господних. Диане 9.1. Но этот дышащий угрозой и убийством и проливающий кровь святых. Послушай, как проливал свою кровь за святых. Еще говорю по-человечески, со зверями боролся в Ефесии я. 1. Коринфян 15.32 И опять во все дни умираю. И опять изменился как овса на заколение. Это говорит тот, кто был при том, когда проливали кровь Стефана и кто одобрял убиение его. Видишь, как волк сделался пастырем. Так не стыдно ли вам слышать, что он, Павел, прежде был гонителем, хулителем и обидчиком? Видите ли, как прежняя вина послужила к большему прославлению его? Не говорил ли я вам в предшествующее собрание, что чудеса после креста были больше чудес до креста? Не доказал ли вам и чудесами, и благостей учеников, как прежде Христос воскрешал мертвых по велениям, а после сделала это тень рабов его? Как тогда сам он творил чудеса словом, а после рабы совершали больше чудеса именем его? Не сказал ли я вам о врагах Иисуса Христа, как он устрашил совесть их, как покорил себе всю вселенную, как чудеса после креста были больше чудес до креста? Сродно тогдашнему и сегодняшнее слово, в самом деле, какое чудо может быть больше того, которое совершилось над Павлом? Петр отрекся Иисуса живого, а Павел исповедал умершего, а привлечь и покорить душу Павлова, это чудо было больше, чем воскресить мертвых тенью. Там повиновалась природа и не противоречила повелевающему, здесь надлежало покорить свободную волю, которая властна и не покорить, значит, велика сила того, кто покорил. Изменить волю было гораздо важнее, чем исправить природу. Следовательно, то, что Павел обратился ко Христу после креста и гроба, было чудо больше всех прочих чудес. Христос для того и попустил ему выказать всю вражду и потом призвал его, чтобы сделать несомненным доказательство воскресения и слова христианского учения. Петра, например, могли бы подозревать, когда он говорил о Христе, потому что иной из бесстыдных людей мог сказать что-нибудь против него. Я сказал из бесстыдных, потому что и там доказательство было ясно. И он, Петр, прежде отрекся Христа и отрекся с клятвою, но после исповедал того же самого Христа и предал за него жизнь свою. А если бы Христос не воскрес, то отрекшийся живого не вытерпел бы тысячи смертей для того, чтобы не отречься умершего. Потому и Петр представил ясное доказательство воскресения. Однако же бесстыдные могли сказать, что так как он был ученик Иисуса Христа, имел с ним общение в трапезе и провел с ним три года, так как пользовался его учением и обольщенный им вдался в обман, то и проповедует о его воскресении. Но когда увидишь, что Павел, который не видел Христа, не слушал его, не пользовался его учением, воевал против него и после Христа умерщвлял верующих в него, все возмущал и приводил в беспорядок, когда увидишь, что он вдруг переменился и трудами проповеди превзошел всех друзей Христовых, какой, скажи мне, будешь иметь приглог к бесстыдству, не веря учению о воскресении. Если бы Христос не воскрес, кто бы привлек и привел к себе так жестокого и бесчеловечного, распаленного, враждой и разъяренного наподобие зверя? Скажи мне, Иудей, кто заставил Павла обратиться к Христу? Петр? Яков? Иоанн? Но все они боялись и трепетали его, и не только до обращения его, но и тогда, когда он встал в числе друзей Христовых, когда Варнава, взявший его за руку, привел в Иерусалим, и тогда они боялись пристать к нему. Война уже прекратилась, а страх еще был на апостолах. И так те, которые еще боялись его, и тогда, как он переменился, смели ли убеждать его, когда он был врагом и неприятелем? Могли ли даже приблизиться или встать, или раскрыть уста и даже явиться? Никак! Нет! Это было делом не человеческого усилия, но божественной благодати. И так, если Христос, как вы говорите, был мертвым, и ученики его пришедшие украли его, то как более велики были чудеса после креста? Как более сильное доказательство могущества? Христос не только переменил врага своего и верховного вождя вашей войны. Хотя, если бы это только он сделал, то пленить врага и неприятеля было бы делом величайшей силы. Но вот он сделал не только это, а и гораздо больше этого. Он не только переменил Павла, но и сделал его так близким к себе, так расположил возлюбить себя, что ему верил даже все дела церкви. «Это избранный сосуд мой», говорит Господь, «чтобы возвестить имя мое пред народами и царями» и заставил его потрудиться более прочих апостолов за ту церковь, против которой он прежде воевал. 109. Хочешь знать, как Христос переменил его? Как сделал его близким? Как привлек к себе? Как поместил между первыми из друзей своих? Никому из людей не благоволил он открыть такие тайны, какие Павлу. Откуда это видно? Слышал, говорит о себе Павел, неизреченные глаголы, которых невозможно слышать человеку и пересказать. 2 Коринфянам 12.4. Видишь, какую любовь показал враг, неприятель. Поэтому необходимо рассказать и прежнюю жизнь его. Это покажет нам и человеколюбие, и силу Божию, и человеколюбие, потому что сделав столько зла, Бог восхотел спасти и привлечь к себе, а силу, потому что восхотев, возмог. Это покажет нам и душу Павла, то есть, что он ничего не делал по упорству или по страсти к человеческой славе, как иудеи, но все делал по ревности. Конечно, неправильной, но все же по ревности, о чем и сам он взывал так, для того я и помиловал, чтобы на мне первым показал он милость свою, ибо я все то делал в неверии. И удивляясь человеколюбие Божие, говорил он, чтобы на мне первым показал Христос все долгодерпение в образ тем, кто должен был веровать в Него в жизнь вечную. И в другом месте опять говорит Бог, величество сил его показал он в боли в нас верующих. Вся нам 1.19 Видишь, как прежняя жизнь Павла показала и человеколюбие, и силу Божию, и искренность расположения самого Павла. Это и в послании Галатам привел доказательство того, что не для людей переменился он, но обратила его сила Божия. Не от человеков говорит он обратился, и если бы я поныне старался угождать людям, то не был бы рабом Христовым. Откуда же видно, что ты принял проповедь Христову не из угождения людям? Ибо слышали, говорит, о моем прежнем житии в иудействе, что я сильно гнал церковь Божию и разрушал ее. Но он не обратился бы к вере, если бы хотел угождать людям. Почему? Он был почитаем иудеями, наслаждался великим покоем и пользовался особенным уважением. Следовательно, не перешел бы из угождения людям к жизни апостолов, покрытой бесславием, исполненной бедствии. Таким образом, это внезапное оставление почести от иудеев и покойной жизни. Переход к жизни апостолов, сопряженной с тысячей смертей, есть сильнейшее доказательство того, что Павел обратился не по человеческому какому-либо расчету. Поэтому и мы захотели представить прежнюю жизнь его и показать, какую пылал он ревностью против церкви, чтобы ты, когда увидишь его великое попечение церкви, возблагоговел перед Богом, который все творит и притворяет. Поэтому ученик Павла, евангелист Лука, точно и весьма выразительно рассказал нам о прежних делах его в следующих словах. Стал же еще дышал угрозами и убийством на учеников Господних. Хотел бы я начать сегодня и вступление к жизнеописанию Павла. Хотел бы приступить к началу рассказа, то есть прямо о Павле. Но вижу в одном имени море мыслей. подумай в самом деле какой вопрос сочи срождает нам это имя Савл. В посланиях вижу я употреблено другое имя Павел раб Иисуса Христа званый апостол Павел Исосфен Павел призванный апостол Вот Я Павел говорю вам как здесь так и везде называется Павлом а не Савлом Для чего он прежде назывался Савлом а после назван Павлом Это не пустой вопрос Вот сейчас является и Петр и он прежде назывался Симоном а после назван Кифою и сыны Зеидеи Яков и Иоанн переименованы сынами Грома и не только в Новом но и в Ветхом Завете находим что Аврам прежде назывался Аврамом а потом Авраамом Яков сперва назывался Яком а после Израилем и Сарра прежде называлась Сарою а потом Саррою Словом переменой имен побуждает нас к большему исследованию Я боюсь чтобы мне пустивши многие потоки рек не затопить слово учения Как на земле влажной где не станешь копать везде выбегают источники так и в земле божественного писания где не станешь раскапывать везде станут вытекать многие реки оттого и весьма страшно пустить сегодня все эти реки вдруг поэтому заградив наш поток отошлю вашу любовь к священному источнику сих предстоятелей и учителей разумеется епископы Сирии которые приходили в Антиосию столицу сирийскую или по делам ипархиальным или чтобы послушать знаменитого проповедника святого Затауста к этому чистому упоительному и сладкому источнику который выходит из самого духовного камня то есть из Христа приготовим же ум к принятию учения к напоению себя духовными потоками чтобы открылся в нас источник воды текущей в жизнь вечную которую и дополучим всем мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа через которого и с которым слава честь и держава Отцу со святым и животворящим Духом ныне и присно и вовеки веков Аминь